Дом культуры поселка Виноградный – место притяжения сельских жителей. Только сейчас на детской досуговой площадке занимается около 70 школьников младшего возраста. Но у ДК есть проблемы, решить которые без дополнительного финансирования не представляется возможным. Кулисы большого зала пришли в негодность. Осветительное оборудование не удается использовать без соответствующей конструкции. Кресел в зале не хватает. В 2017 году партия «Единая Россия» инициировала выделение средств из бюджета на модернизацию культурных объектов. Управление культуры Анапы подало заявку на участие. В результате уже в августе Дом культуры Виноградного получит 2 миллиона на приобретение необходимого оборудования. Как нам сказали в «Единая Россия» вызывали, кто-то делал оливье, а кто-то сидел и делал документы. Нам повезло. Вот о чем мы говорим. Это не просто так вам взяли и подарили вам. Нет, просто большое спасибо, что нас заметили. Проект рассчитан на три года. В планах у администрации привлечь средства и в другие сельские дома культуры. На очереди три ДК в селе Юровка, в станице Анапской и Благовещенской. Заявке предусмотрено приобретение для Дома культуры станицы Благовещенской, штанкетного хозяйства, одежды, сцены, кресел, звукоусилительные аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов для Дома культуры на сумму 3 миллиона 391 тысяча 100 рублей. Ремонт зрительного зала Дома культуры будет завершен в этом году. Масштабный проект «Единая Россия» включает в себя программы и по другим направлениям. Это значит, что средства можно получить и на развитие объектов образования, спорта и других отраслей. Это, конечно, большое участие и спасибо большое начальнику управления культуры, которая смогла войти в эту программу. И вот мы сегодня увидели результат работы. И директора Дома культуры, глава администрации Виноградного поселкового совета, как они выполнили эту программу, что было выделено сюда 2 миллиона рублей, партия «Единая Россия». 10% на финансирование было из местного бюджета и 10% из городского бюджета. Сегодня мы это все посмотрели, выполнили все полностью на 100%, за что им большая благодарность. Я думаю, есть у нас уже пример, с кого брать и участвовать в этом партийном проекте, и управлению образованием, и управлению спортом, и всем остальным нашим управлением. В планах провести расширенное заседание, в котором примут участие руководители всех городских управлений. По итогам встречи будет принято решение о дальнейшей реализации программы партии «Единая Россия».